Вот такой набор продуктов нам понадобится. Молоко, соль, перец, колбасные изделия какой-нибудь. Любое, что у вас есть. Это может быть и отварная курица. У меня это вот такая сарделька. Я нижекородцев сделаю бесплатную рекламу. Я покупаю продукцию колхоза имени Ленина. Это под городцом у нас. Не дешевая продукция, но качественная, очень качественная. Помидор, сыр, яйцо, разрыхлитель, мука и зелень. Вот такой набор продуктов нам сейчас понадобится. И давайте скорее готовить. Берем миску, выливаем яйцо. Немного перемешаем. Добавляем стакан молока. Соль. Добавляем перец. Это по желанию, можете не перчить. И перемешаем. Теперь добавляем полстакана муки. Чайную ложку разрыхлителя. Размешаем. Я использую пшеничную, простую муку. Можно использовать овсяную муку. Можно цельнозерновую. А я думаю, что можно даже рисовую, у кого есть. Так что попробуйте сначала с простой мукой, а потом экспериментируйте. Те же овсяные хлопья можно смолоть. И получится такой овсяный блин. Хорошенько перемешаем, чтобы не было комочков. Вот такое жидкое тесто у нас с вами получилось. Теперь сюда я добавляю сардельку. Перемешаем. Можно использовать отварное мясо, печену. Вот все, что мясное у вас есть, подойдет абсолютно все, что у вас есть. Добавляем томат. Я его порезала маленькими кубиками. И добавляем сыр. Сыр я потерла на крупной терке. Аккуратненько сейчас перемешаем. Теперь в конце добавляем зелень. Зелень может быть абсолютно любая. Очень хорошо идет сюда зеленый лук. У меня это мороженая петрушка. Естественно, можно использовать свежую. Сейчас в последний раз все перемешаем. И пойдем прийти. Поставили сковородку на плиту. Немного растительного масла. Теперь берем при помощи паломника. Это очень удобно. И вот так распределяем по сковородке. Вот такой блиночек. Делаем средний огонь. И закрываем крышкой. Так, смотрим. Как у нас с той стороны. Так, все. И аккуратно надо перевернуть. С этой стороны уже крышки закрывать не нужно. Нужно где-то минуту, чтобы он зажарился. И с другой стороны. Проверяем. Все с другой стороны тоже у нас зажарилось хорошо. И убираем. И так продолжаем выпекать все наши блинчики. Я даже не знаю, как это называется правильно. Это похоже на пиццу на сковородке. Вот такой завтрак мы с вами по-турецки приготовили. Вот такие лепешки с начинкой. Сразу после того, как их испекли, они такие хрустящие по краям. Подают традиционно с йогуртом. Но у меня здесь сметана. И можно еще зелень, оливки. В общем, все, что вы найдете у себя в холодильнике. С чем можно подать такие лепешки. Это очень и очень вкусно. Этот рецепт рассчитан на 4 порции. Получаются вот такие 4 блиночка. И давайте попробуем. Едят в Турции с йогуртом. Но можно и со сметаной, как в моем случае. А можно йогурт купить, только без добавок. Добавим зелень. Вот так свернем. И можно завтракать. Вкусно. Очень вкусно. Делается очень просто. Вкуснейший завтрак приготовить для своей семьи. Съедать с удовольствием даже дети. Напоминает чем-то пиццу, но не совсем пицца. Ну, не омлет, не пицца. Но что-то очень вкусное. Готовим обязательно. Сейчас в конце видео появятся 2 окошечка. Обязательно посмотрите. Это очень вкусно. Очень-очень. Прямо мои рекомендации. Выкладываю только самое вкусное. Подробный рецепт будет под видео и в первом комментарии. А вам хорошего дня. Завтракайте вкусно. Завтракайте с Ириной Воскресенской. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok